Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы ещё нет. Этим видео я начинаю показывать вам партию за Индонезию. Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm против 9 соперников, но с модом Beta Balanced Game. Это мод от цивилизаторского сообщества, который меняет большое количество параметров. В общем, совершенно другой баланс делает. Например, у меня в Индонезии уникальный юнит Джонки будет требовать 5 селитры на каждый юнит. Напоминаю, что в обычной циве он никакие стратегические ресурсы не требует. Я оставлю в описании к видео ссылку на все изменения, чтобы тут не занимать много времени объяснением. Ну, например, вертолёты требуют нефть, а не алюминий. Зенитки перенесены в более раннюю технологию, чтобы появлялись до самолётов. Сами самолёты теперь имеют на 10 силы меньше. Пехота улучшена до 72 силы и трёхочку в перемещении вместо двух. И требует одну селитру на содержание, а не одну нефть, как было до этого в оригинальной цивилизации. Нефтяная электростанция даёт 6 производства вместо трёх. Атомная электростанция даёт 8 производства и 6 науки вместо 4 и 3 соответственно. Ну и, в общем, так далее. Там много всяких изменений. Там уменьшена стоимость кавалерийских юнитов, уменьшена стоимость стен. Некоторые последние здания дают больше очков великих людей. Ну, например, военная академия 2 очка, генерала не одно. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, во многом баланс улучшен. В чём-то я не согласен. Ну, то есть, это как один из вариантов сыграть с другим балансом. Тоже интересно. Ну и тем более, там куча багов тоже поправлена. Так что, вот сыграли мы такую партию на десятерых. На пангеи обычной. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных они будут выходить раз в день. Ну и прошу не оскорблять участников партии и не писать бессодержательные спойлеры в комментариях. Заранее спасибо и приятного вам просмотра. Я знаю, я знаю, что Койт по-эстонски расцвет. Да. Потому что это песня знаменитая... Койт. Да. Этого... Сейчас не подсказывай, я сам вспомню, как его зовут. Я кьяла, нет? Нет, нет, не его, нет, не он. Ну ладно, подсказывай, как его зовут. Ну да, я же буду уже не помню. Но это не я кьял. Да, это не он точно. Я помню, этот чувак пел... Как? Этот человек написал гимн. Да, то есть, вот... Не, во-первых, он знаменит в Советском Союзе тем, что он пел песню про Олимпиаду 80. И потом, в конце 80-х, он написал вот эту песню Койт, «Рассвет», которая очень сильно повлияла... И вообще, вот мне чем нравятся прибалтийские страны, особенно Эстония, у них проходили музыкальные фестивали, которые очень сильно повлияли на их... на их независимость в итоге. Вот представьте, в Эстонии полтора миллиона... Теннисмяги. Теннисмяги, точно, Теннисмяги. Полтора миллиона... ...жителей, и на одном из фестивалей, по-моему, в 89-м или в 90-м году собралось 700 тысяч. То есть, половина населения страны просто приехала на этот музыкальный фестиваль, в котором они пели свои эстонские песни. Вот это ощущение, ну, единства нации помогло сплотиться и ощутить себя как страна, как какое-то образование, которое может в будущем что-то делать отдельно от Советского Союза. Да, я жил там то же самое, каждый год проходил песню там. Да, да, так это и в Литве, это во всех трех билатистских странах так было. Это просто я... Вот Теннисмяги конкретно знаю про эстонцев. Ну, да. Теннисмяги один из... Он написал гимн эстонский. Так, ну, у нас Трепхувана. В общем-то, смысла куда-то ходить нету. Место отличное, по-моему. Три еды, два производства и две таких клетки. То есть, мы сейчас тут расти будем, как не в себя. Начну, наверное, с разведчика одного. Теннисмяги. Так, ну, надо посмотреть способности. Морские империи, может быть, за веру. Религиозные империи. А Теннисмяги, это исполнитель, ну, главный. Коит? А, понял. Теннисмяги, это человек, который его выполнял. Вмещение в выпуску с корабля, плюс два веры для центра города, садится с которым... Ага, то есть, я уже плюс два имею. Клетки побережья и озер дают небольшой бомб заседство священному месту, кампусу и промышленной зоне театральной площади. Плюс один к довольству от развлечений для каждого развлекателя. Окей, понял. Так, Джонг, это крутой военный юнит. И Кампонг. Кампонг надо вот на тут строить везде. Это офигительное. Ну, правда, проблема... Мы на Пангеи же играем, да? Проблема в том, что мы на Пангеи. То есть, мне не так круто будет морские города ставить, к сожалению. Так, давайте начнем, наверное, с животноводства. Ну, все. В общем-то, если у меня будет место для морских городов, то очень все будет неплохо. А если не будет, то уже будет грустновато. Не так весело. Но старт для столицы начала. Две клетки, две еды, три еды, два производства. Еще вон одна клетка. Вот ее тоже надо выкупить будет. То есть, у меня город будет расти. Еще он и на реке находится просто. Просто зашибись. Так, тут есть изменения. Так, мы играем с CPL-модом. То есть, изменения по... По губернатору Пенгалова вырабатывает 15% только науки, а не культуры. Видите, гранты выше подняты. То есть, тут вообще на культуру особо нету у Пенгалы. Что у Магнуса? У Магнуса, похоже, все осталось. Что у Лян? Сейчас производство строительства. Да, у Лян, по-моему, тоже все остается, как и было. Так, поехали. О, руинка сразу. Ну, тут явно где-то надо выставить. Еще бананы. Три еды, два производства. Ну, вообще зашибись. Так, я могу даже ускорить открытие орошения здесь, получается. Потому что я рабочим обработаю рис. Это ускоряет орошение. Я тогда смогу... Тут у нас риф. А где у нас этот компонг? Где-то тут дальше открывается. Нет. Может, он сразу доступен? Надо глянуть, где он открывается. Вау, плюс одно население. Ну, хотя, в данном случае не особо это круто, потому что я бы и так ну, отсюда бы поставил город, честно говоря. Тут, правда, подожди, тут крабы. Может, все-таки, где дуболом стоит? Тогда бы я тут гавань... То есть, не пришлось бы крабов вырубать, чтобы гавань ставить. Так, я хочу посмотреть, где у нас компонги. Компонг. Привет. Судостроение надо открыть. Привет, мистер Ди. Да, но они заставили меня. А, вот компонги. Ну, мистер Ди, он не очень-то сопротивлялся. Нет, я голосовать предлагал. Тут рыбы у нас. Да, рабочий устроен. Я там, кстати, Леша отправил к Кеймс запросу тебе. Сейчас приму. Мы пробовали в Old World сегодня сыграть сетевую. Там у них большие проблемы с этим делом. Это же даже другая версия ставится. То есть, у меня сейчас две игры Old World стоит. Вот, поэтому... Ну, стоит дождаться, когда нормально выпустят. Не, старт шикарный. Я тебе, наверное, сразу даже буду пусило делать. У нас тут сейчас четверо будет жителей как раз. Нормально, нормально. Блин, тут надо, конечно, исследовать, посмотреть. Что тут сейчас гляну? И тут хорошее место, и там хорошее. Ну, меня надо на побережье ставить. Это все мне дает... Канаду, я смотрю, вы не забанили, да? Мы рандомом. Спасибо, что сказал, что у Карагена Канада. Нет, я не скажу. Я просто увидел, у кого она. Ну, как... А, вы на рандомах играете? Понятно. Так-то не только Караген может стримить. Ашин может стримить. Могут, но стримить только Караген. Ну, я еще стримлю, но у меня не Канада. Ага. Значит, сутки Караген. стримить-то можно не только в этом. гурное дело. Да, наверное, тогда сейчас. Да, давайте гурное дело. И потом мореходство. А, нет, я бы орошение. Вообще, давайте гурное дело, гончарное. Я буду бы счастлив, если бы она была по-у меня. Но мне тоже хорошая. Мне нравится. Ну, вот, взял, спалил кого-то. Даже не играя спалился. Сейчас плюс 5 против варваров поставлю. Так, тут ускоряем орошение. Ставим плюс 5 к варварам и... Теперь и я какашки нашел. У меня пантеон и так сейчас примется. Ну, вот тут нормальное место, кстати. Но чуть менее крутое в плане роста, чем здесь. Не похоже на острове, где все вместо по 4 города. Странно, мы же на Пангеи вроде играем. Ну, не знаю, может, отлично. Но мне точно надо по побережью сайти. Мне точно по побережью надо. Так, а как бы мне скампонгер был почти на отдельном острове. Две галеры. У нас была серия, когда у нас была Пангея и засполнился на отдельной типа в острове. кстати, это скорее не Пангея. Ну, похоже... Странная Пангея, потому что я нашел три континента. Похоже на то, что вот здесь надо будет кампус сделать. Здесь священное место. Да. Лес. на лес и джунгли взять. четыре, простите. Рядом с рекой вряд ли. Культура от плантации мне бы тоже тут не помешала, кстати. Блин. Что, вера? Ну, блин, я бы взял культуру от плантации. Мне кажется, тут вера у меня и так нормально будет. так, а чего я горное дело открываю? Не знаю, бессмысленно. А, ну вообще я, наверное, камни обработаю, да. Давайте я камни обработаю. надо думать, куда везти первого поселения. ой, вот это я опасно зашел. Так, опять я пока международную торговлю начну. Тут гончарное дело, потом рожение. А сколько стоит рабочий? 105. Ну, сейчас мы этот лагерь заберем, это 50, да, будет? Мне надо покупать еще рабочего, мне надо обрабатывать как минимум этих двух. Я, наверное, сейчас обработаю камень, а потом рыбу. А, я ж не открою еще рыбу. Так, знаете что, давайте я как раз рыбу буду открывать пять ходов, потом орошение. Так, счастье прям не надо, мне четыре жителя, нормально. В четырех жителях у меня не появляется дополнительное недовольство. Я камень обработаю, может мне сейчас купить эти алмазы. Я, наверное, сейчас выкуплю алмазы и обработаю алмазы, потому что они открыты. И это тоже ускорит. тут нормальное место. Я бы, наверное, сюда пошел ставить город, честно говоря. Тут просто не очень понятно пока, куда бы мне хотелось. 101. В следующем ходе я смогу купить рабочего. Сейчас подумаю, что тут еще деньги будут. 105, немец, а у тебя там есть? Еще одно спалили. Да, все правильно. Мне надо плантацию открыть, конечно же, то есть орошение надо открыть, чтобы строить плантацию и получать ту самую культуру. Можно было подумать, конечно, производство от рыбацких лодок, но я не вижу. Ну, хорошо, 4 рыбацкие лодки. Вот я вижу, я поставлю города. Не факт, что дальше. То есть вот как раз с морскими ресурсами не то чтобы много. Не рекомендуют тут, но я хочу вот здесь поставить. Потому что тут слишком много тут я встану, чтобы сюда варвары не помешали мне. Давайте, наверное, сразу еще поселенцы что откладывать. так, 2,5, 1,5, 1,5, да, там на культуру вырастет. счет посмотреть. О, я на первом месте по счету. именно специальные институты технологии. А, кстати, с цепл модом счет эпохи не показывается. стоп, а я тут хотел купить рабочего. Я лучше куплю рабочего сначала. мы стоим в защите, потому что сюда идет у нас посел. Забираем. Что далее? Ускорение астрологии. Ну, можно, в принципе, можно. Так, давайте я куплю рабочего. Следующим ходом я смогу его использовать. Я открою мореходство. И потом уже после мореходства вырошения пойдем. Сколько стоит эта клетка выкупить? 40. Я просто когда поставлю тут город, я еще этот лагерь заберу, получается. Исследуем вдруг там что-нибудь. Ну, тут тоже хорошие места, но вы же понимаете, что за Индонезию лучше на побережье ставить города. Ну, тут выглядит, что тут еще тоже можно будет что-то поставить. сам город какую клетку хочет выкупить эту? Ну, не самый лучший выбор. Добрый день. О, тут озеро. здесь я нормально переделываю, можно верить ей верить? Да, да. Людям не верь. Ацентлопедии, да. То есть, я могу на побережье озера ставить город вот здесь, и он будет так же работать, как город Индонезии. Ну, то есть, плюс два веры для центра города за соседство с клетками побережья или озер. Клетки побережья озера дают небольшой бонус за соседство священного месту, кампусу, промышленной зоне. Здесь надо было астрологию открыть. Хочется плантации поставить, потому что они еще и деньги будут давать. Может, так лучше? То есть, дополнительные деньги, чтобы шли. Ты отсюда далеко? О, 2-2. Ты выроскал, тогда, вот я вижу, кажется, твой город. Не, ну я хочу быстрее. Итак, ладно, тут надо пока оставить, пускай поселенец появится. Какого-то того города, наверное, кем опочит ставится. Нет, отмывал с кого-то далеко двоих городов. Я бы, наверное, даже город вот где-то вот тут ставил. Этот. Три. Раз, два, три. Да, вот сюда бы я поставил. И он тогда много территории захватит для себя. Ну, не должны мне убить. У нас твои вичи. Привет. Привет. Так, поехали, значит, сюда. мне даже компьютер тут рекомендует. мне кажется, это лучшее место вот в этом месте. Привет. Привет. Три цифки нашел. Так, ну, давайте, наверное, на плантации сколько ходов они будут открываться? Пять ходов. А у вас пангея, да? Вроде да. стоит ли мне галеры построить? Давайте даже два хода разведчика, потом я ставлю карточку и буду две галеры строить. Потому что мне надо в судостроение выходить. И фигачить компонги по всему побережью. Компонги очень классные. Еще тут Окленд будет. плюс одно производство и плюс одно жалео и плюс одна пища за каждое соседнее рыбацкое судно. Допольственное производство жалео и туризм по мере продвижения. тут проблемки начинаются но я апаюсь и должен выжить этот ставлю город и значит он выживает. ну ты до меня не дойдет ждать открытия плантации и пока вроде у меня все неплохо идет давайте посмотрим что у вас по счету к битум вперед вышел по счету но у них империи видите 17 16 19 то есть они третий город поставили через какой второй даже второй уже и третий даже три поставить у них не такая пересеченная местность как у меня я просто медленно еду и за счет холмов и деревьев слушайте я даже могу нет я просто поставлю город заберу лагерь а мне не дали за это ну вот ты видишь воина медаль очков блин надо было скаутом забирать лагерь так тут стоим три хода тут пошли тут ставим карточку на я не открыл да ладно пока надо будет спавниться окраина давайте покажу народную торговлю поставлю карточку на юниты на строительство юнитов и построил не знаю прачника хотя бы пока два хода но мне надо галеры строить блин вот то что не дали очки эпохи за взятие этого лагеря это не очень хорошо сейчас эти варвары скорее всего проатакуют город а нет тут похоже полуостров хотя нормально поставил так два хода еще наверное туда пойду вместе с этим поселом блин разлив денежки шарп шарп я пока даже не знаю а ты как селиться вот это пашки обработаем я смогу выкупить эту клетку и как будем поступать за один ход построить да пока не дружим ребята ставьте пожалуйста метки где жить собирается просто у меня место всего лишь на 4 города блин вот это разлив реки конечно не очень удачно нам дуболома поломал пустыня сверху видимо сверху к это будет пустынная цивилизация там какие-нибудь арабы малейшин такое махакам или гномы из саги про ведьмака чисто прокачивать скаута а вообще шарп ты куда хочешь селиться просто если ты будешь селиться вниз то возможно ггшку можешь забрать спокойно но я не буду не следить тут у меня горный грыдак может на строителей все таки поставить побыстрее будет ну не спереки ладно еще произведом да вижу это рекорд главное чтоб тут варвары не появились пока я веду послушай давайте-ка мы купим торговцы я сейчас посмотри что там еще ниже есть скажу не знаю подружимся или такси я не понимаю конста тебе есть куда сидеть сразу счастье привалило в маджи похит так вроде бы есть сюда не подсказывает что сюда но в целом как бы тебя потерять я хочу вылечить понял учимся пока из того что я вижу карту давайте астрологию тогда когда шин был на маоре то есть просто кишки спасибо что держишь в курсе ты туда не поселишься потому что удачи сейчас поселянский видок вопрос лишь на мне селиться мы сделали первую в мире галеру и совершили первыми в мире плавание ну пора выходить пускай атакуют все раненые сюда пойдем блин нам бы и гавань открыть но для этого гривы если это города посолим и поселимся с тобой один заряд остался блин ну видимо надо этим рабочим крабов обрабатывать чтобы ускорить а знаете что мы тут не судостроение конечно же пойдем просто извините 17 ну там будет ускорено а в навигацию по звездам сначала на гавань открыть а потом судостроение блин может все таки надо было соседство священных мест с этими брать с лесами было бы куча сказать еще священное место строит вроде нет это защищала плантации мне плантации дают кучу культуры поэтому надо их построить а рыбу уже ну точнее навигацию по звездам ускорим вот тут этим рабочим обработав крабы я там где у тебя час этот развед бегает скорее всего второй город поставлю ну над моей столице под моей столице и в той стороны пока кланов больше мне сейчас надо что-то трудовую повинность ускорили почти ни одному города государства не нашел но он там станет он там должен стать иначе у меня столица будет кто в той сторону чуть слишком открыт давайте строители потом как раз через два хода поселенцев смогу начать строить блин как бы мне золотой век выйти мне осталось восемь очков да там нормально кстати можно сходить забрать этот лагерь этом случае попробовать тут киты от кого-то я встретил привет риксе здорово алексей у тебя какой ник алексей левец опа как-то китай близко тут с другой стороны я вроде на эти места и не претендую меня вот город этот эти клетки купит и все давайте посмотрим как со священными местами тут надо кампу вообще блин ну вообще похоже значит вот здесь священное место надо ставить я пропущу ход я начну здесь наверное тоже поселенцы делать у меня не будет столько веры чтобы блин шесть ходов так тут ставим на поселенцев карточку здесь же против варваров нет спасибо я то могу проплыть а он не может проплыть пока мне не выгодно по моему заключать подобное соглашение китай больше пользы с этого получает нету надо путь вверх пусть просто так пойдемте сходим к этому лагеря шар давать ты сберешь г-шку но вот тот город не сусе тут тоже много места же я могу поставить города в принципе нормально блин 9 но мне кажется надо давно поселенцы делать мне хочется можно брать я не думаю что и убиты по лаяльности порядок и чем мог что дает культуру ясно ясно понятно я бы силу пингалу взял с другой стороны и у меня тут хорошо город растет так навигацию по звездам я ускорил здесь сделаю плантацию потом пойду вырублю охота первый встретил а тут вот мало жилья шар кстати я здесь поставил плантацию тут будет четыре жилья блин вот это в какую сторону вот это не очень блин четыре хода я по ходу все таки в нормальный попадаю висала тебя кажется сюда надо ставить священное место будет соси они друг с другом будут соседство а подождите но это но это священное место получаешь плюс 3 за счет этого леса тоже две с горами и две с лесом блин ну короче на западе я очень открыл рыбацкую лодку делать будет грабить меня тут о нас курт мне точно надо мне точно надо священными страсту ну правда нас к ее способность мне ничего не дает делать эти глиоглифы на пустыне имеют у пустыне но то что верами будет дофига это да еще и карман может разграбить Что-то я тут как-то немножко не очень. Вот как я упустил этого копейщика. О, тут явно город надо ставить. На этом пока всё. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока!